Друзья, всем привет! В эфире очередной выпуск программы Bytas of Life. Сегодня у меня в студии нет гостей. Я сегодня сам хотел бы выступить с одной небольшой темой и объявлением, сделать объявление. Дело в том, что 30 апреля в Актау наш медиахолдинг, Танн Медиагрупп, проводит большой масштабный бизнес-форум Парасад. Основная тема, которую мы будем обсуждать на этом форуме, мы хотим поговорить о системе образования в Казахстане. О том, как объединить бизнес и образование, о том, что делает на сегодняшний день государство. Наверное, в первую очередь хотел бы ответить, почему мы обращаем внимание как медиахолдинг именно на эту тему, на тему образования. Наверное, начну издалека. Дело в том, что в стране сейчас идут большие реформы. Провозглашена идея Жанна Казахстан, Новый Казахстан, Справедливый Казахстан. Там быстро проводятся политические реформы. Наверное, в скором времени очередь наступает за реформами в экономической сфере. Это все хорошо, все нормально. Мы все хотим перемен к лучшему. Это логика жизни. Так и должно быть. Мы все понимаем, что мы живем в богатой стране, богатой ресурсами. Но я думаю, что подвигло меня делать именно форум на тему образования. Дело в том, что перемены происходить должны не только во внешне. За нас никто перемены не сделает. Перемены не произойдут, если мы не переменимся внутри себя, не станем более образованными. Мне кажется, просвещение – это то, чем нужно заниматься сейчас, в данный момент. Приведу один маленький пример еще. Совсем недавно, сразу же после выборов, 20 марта, я встретился на бизнес-завтраке с молодыми предпринимателями, с которыми мы разговаривали о том, как развивать бизнес, какие сферы наиболее успешные могут быть, как они могли бы себя реализовать. Давал какие-то советы, общались. Все было замечательно, все было хорошо. И во время беседы я просто спросил, ребята, вы вчера ходили на голосование, ходили на выборы? И попросил, поднимите руку, кто ходил на выборы. Удивительно, просто из 10 человек никто руку не поднял. Ни один молодой человек не пришел на выборы. И я не хочу никого обвинять в том, что явка действительно была очень низкая в Алматы. Она традиционно низкая получается, там ниже 25%. Да и по Казахстану, если честно, тоже невысокая. Никого не хочется обвинять. Просто много раз мы говорили о том, что если мы хотим перемен, то мы должны воспользоваться этим правом выбора, идти голосовать, участвовать вместе со всеми, с теми, кто работает в аккорде, в аппарате президента, кто работает в правительстве, вместе со всеми участвовать в переменах, в изменении Казахстана к лучшему. Но большинство, к сожалению, провели воскресный день по-другому и не воспользовались одним из главных прав, гражданина Республики Казахстан. Не пошли и не сделали выбор. Даже могли бы проголосовать против всех. И то это была бы позиция, и то это была бы какая-то статистическая цифра для того, чтобы людям, которые находятся во главе Республики, делать какие-то выводы. И хотя бы ради этого можно было бы прийти. Но здесь, знаете, наверное, дело не в том, что на кого-то обижаться или не обижаться. Наверное, я подумал, что для того, чтобы делать перемены, не надо ждать, что они произойдут здесь и сейчас, прямо одномоментно. Это все-таки процесс. Если перемены произошли очень быстро, то, скорее всего, это революция. И революционная смена тоже может принести за собой некие потрясения. Поэтому тоже нужно к этому очень внимательно относиться. Если мы хотим поступательного развития страны, поступательного изменения к лучшему в нашей стране, то я думаю, что как раз-таки улучшение системы образования, это, наверное, и является главной вещью, которая может изменить, причем в ближайшее время, жизнь нашей страны, жизнь каждого казахстанца к лучшему. Хорошо то, что у нас традиционно, в принципе, так заложено, в степи было, в дореволюционные времена, да и сейчас, в наши времена, в советские времена, в наши времена было большое внимание, уделялось образованию. И люди всегда хотели, чтобы их дети получили желательно хорошую специальность и желательно высшее образование получили. Это, на самом деле, движение было такое, и оно сохраняется. И может быть, именно поэтому по уровню человеческого развития Казахстан стоит достаточно неплохо. Но и этого недостаточно, потому что самое главное богатство, которое у нас есть, это наш интеллект, наши знания. Именно их можно конвертировать потом уже во что угодно. То, что касается форума Парасад, мы поэтому и хотим пригласить туда людей, чтобы узнали о новых трендах образования. Но еще одна цель у нашего форума Парасад, который мы будем проводить в городе Актау в этот раз, говорить о том, какие есть возможности для предпринимателей, для того, чтобы вложиться в систему образования, как в бизнес. Оказывается, на сегодняшний день государство делает очень много в этом направлении. Существует несколько программ достаточно эффективных и с точки зрения образования, получения образования, и с точки зрения бизнеса. Просто об этом нужно говорить, об этом нужно рассказывать. И вот это тоже одна из главных целей нашего форума, чтобы мы смогли рассказать вместе с нашими спикерами о том, что делается именно в этом плане, в системе образования в нашей стране, в Казахстане. Поэтому приглашаю всех 30 апреля в Рикс-Актау, в шикарный отель. Уверен, что будет вам очень интересно. Можете задавать свои вопросы здесь, вот в комментариях под этой программой. Мы, мои помощники, обязательно прочитаем, постараемся ответить на ваши вопросы. Зайдите на нашу страничку в Инстаграме, там тоже есть подробная информация, как попасть на форум, как приобрести билеты. Буду рад видеть каждого из вас. И хочу сказать, что подобные форумы, образовательные форумы на тему образования, бизнес-луб «Поросад» будут уделять огромное внимание. Эта тема очень важная и актуальна для нашей страны. Поэтому следите за нашими выпусками, заходите на нашу страницу бизнес-форума «Поросад». Всем всего хорошего, до новых встреч!